Найти памятник не так уж сложно. Практически все находки, которые в руках держал, я помню. А вот ученые мы или нет, скажут, лет через 50. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Свои, свои, пойдем, следуй, следуй, следуй. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Другой такой профессии не бывает. Удивительное ощущение. Ты каждый день делаешь открытие. Ты каждый день видишь, находишь то, чего никто до тебя не видел. Там несколько тысяч лет или сотен лет. Представляете, да? Не заработал я там ни палат каменных, ни машин, ничего такого. Но сталкиваюсь, знаете, с тем, что мне завидуют многие. Я говорю, ну как можно завидовать? Ребята, я инвалид, незрячий. А вот у тебя все есть. У тебя интересное дело, у тебя семья замечательная. Ты делаешь то, что хочешь. А как по-другому? Борис Мельников. Кандидат исторических наук, археолог, научный консультант Центра археологических исследований. Возглавляет Омское отделение Всероссийского общества защиты прав инвалидов и ведет несколько крупных проектов. Омский клуб владельцев собак-помощников «Штурман» и Сибирский клуб инклюзивного туризма «Независимые люди», в рамках которого была создана первая и единственная в стране социальная туристическая база для людей с ограниченными возможностями здоровья. Значит, на печернике. Это берег, грубо говоря. Да. То, что назвали пляж у Стишимска. Просто наклонился, поднял и в сумку положил. А потом уже в обед или вечером у костра я перебираю все это. И, как правило, у меня получалось так, что с человеческими останками я старался не связываться. А тема тонкая, в общем-то. Да. А тут вот так, ну, случайно или не случайно. Даже специалисты не могли понять, эпифисов-то нет. Ну, эпифиза – это вот окончание, грубо говоря. Да. И вот вертели, вертели, вертели. Вот 33 сантиметра кости. Вот, вертели, вот делали в Германию, отправляли, это самое, тоже датировку. Ну и все, и так закрутилось, и ее вертели года два, наверное. Три экспедиции у нас были в Устишим. Это вот то, что касалось по месту находки устишимского человека, нашего знаменитого, которому 45 тысяч лет. Самый древний человек, гомо сапиенс, на территории Российской Федерации. Вот тут недавно в Словакии нашли, на тысячу или на полторы лет постарше, там, барышню какую-то. А так вот это сенсация мировая. Вот в 2014 году, когда вышла публикация в журнале Nature, а потом Science. Нет, 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 Коля, извини, я просто, так сказать, вот четко сама отслеживал. А получается ситуация-то какая? Журнал Nature, ну, натура, да, природа-то, бишь, он вот среди топовых научных изданий, он как бы вот на втором месте. А Science, это уже золото. Публикация в Science, за ней уже нобелевка. Понимаете? Тема-то, тема двигается, вот, и там чуть ли не каждый год. Что он кушал, какие глаза, ну, короче, работают. Началось все во втором классе. У меня старшая сестра ездила в экспедицию археологическую и привезла какой-то такой маленький обломок косточки. И вот я как-то на эту кость, я ее там нюхал, смотрел. В общем, мне казалось, чем-то она таким пахнет непонятным. Ну, и я, в общем-то, уже был как бы внутренне готов, опять же, во втором классе, потому что читать начал рано, где-то лет пять, и читал много вот исторической литературы. Ну, а дальше, собственно, исторический факультет Омского госуниверситета. Здесь у нас, в Горьковском районе, в Кургане, я сидел, чистил погребение и нашел пряжку серебряную, позолоченную, с изображением гильгамеша, который держал под мышкой крылатого льва. То есть, тиранская вещь, тоже было больше двух тысяч лет, уникальная совершенно. А мы приехали только первый день. Кто там нас, где, кто там какие-то. Неведомые первокурсники, все. И я потом уже стемнело, вот, я сижу тут на этих костях, с этим серебром что делать, не знаю, где лагерь, тоже не знаю, поскольку мы ехали в ГАШ-66, ну, в закрытом, так скажем. С этой пряжкой не оставлять же ее, да, я же понимаю, что она, так сказать, серебро и позолочено. Спрятал там где-то на груди, залез на соседний курган, стал смотреть, где вообще лагерь может быть. Вот принюхивался, вот потом слышу, ну, чувствую, что тут вроде дымом пахнет. И пошел, в ночи уже пришел. Вот, меня стали ругать, где я шлялся, я говорю, на работе. Так, с этого все началось. Практическая, я имею в виду, археология. Первая моя самостоятельная работа, разведка археологическая, Москаленский район, вот по озерам проходили. У меня была небольшая группа, вот нас было три человека всего. И вот там небольшая публикация по результатам этой саморазведки. Тогда студентов публиковали. В общем, были возможности. Заметочка небольшая, но это издательство «Наука», в общем-то, археологические открытия 1978 года. Знаете, мне не нравится, когда называют ученым. Академик Ландау сказал, ученым можно называть только одно существо, кота ученого. А вот ученые мы или нет, скажут лет через 50. Поэтому мне всегда смешно, когда люди называют себя учеными. Вот я научный консультант, понимаете? Научный сотрудник, научный работник, может быть, да. Но ученые, остальные что, не ученые? Понимаете? Там, где интересные находки. То есть вот уже условия природные, они уже отходят на второй план. На плато Укок мы работали как раз вот там, где нашли вот эту принцессу печально знаменитую. Да, и товарищей ее татуированных вот этих. Там очень суровые условия. Это горная тундра. Ночь очень холодная, днем очень жарко. Ну, просто в бытовом отношении очень сложно. Но находки интересны, поэтому, в общем-то, об этом забываешь. Вот у меня вот этот фрагмент античного сосуда, да, ему две с половиной тысячи лет. Ну, это был берег Черного моря, Одесса. Вот прямо в черте города мы копали. Вот. Курортные условия, пляж у нас внизу был. По диссертации мой научный руководитель, академик Молодин Вячеслав Иванович. Вот мы с ним объездили вот и там и Новосибирскую область, Алтай весь с москвичами, с могильником я объездил Алтай тоже весь и степной, и горный. Работал в Тюменской области, в Курганской, в Казахстане, в Северном, Восточном, в Ямало-Ненецком, в Ханты-Мансийском. Короче говоря, в общем, так вот, от Ямала до монгольской границы и от Черного моря до моря Берингово. То есть Чукотка, Камчатка, Сахалин. Большинство, к большому сожалению, а точнее, к счастью, наверное, все-таки не видят археологических памятников. Это спасает их, в общем-то, от уничтожения. Найти памятник не так уж сложно. Раскопки – это гораздо сложнее. И удача, безусловно. Вот тут археологу без удачи никак. Все на свои деньги. Даже первая экспедиция от разведка, мы там тоже пришлось свои деньги вкладывать. А потом, когда я начал новое направление осваивать, назовем позднюю археологию, исследование памятников, которые относятся к 16-17, 18-19 векам, эти экспедиции были полностью за мой счет. То есть я вот собирал свои эти самые деньги, заработанные, возил экспедиции 87-й, 88-й, 89-й годы, 90-й. Я на тот момент был разведен. Ну, сына один воспитывал. Ну, с собой возил. Сейчас у меня семья реагирует вполне нормально. С женой у меня полное взаимопонимание. Вот в этом году 25 лет у нас уже будет. Поэтому, если надо, да, надо, вопросов нет никаких. Я собираюсь и еду куда-то. Неважно, там, я зарабатываю на этом, не зарабатываю. Дорогие экспедиции у меня были в Муромсовский район, конечно. Вот, потому что я увозил там до 30 человек. Вот. Плюс оборудование, да, и транспорт. И кормить надо, люди имеют нехорошее свойство. Есть. Каждый день минимум три раза. Вот, потом надо в чем-то жить, да, спальные мешки, там, прочее. Ну, видите, раньше ситуация была несколько другая. Все-таки ездили по убеждению, по увлечению. Вопрос об оплате, в общем-то, не стоял. А сейчас, вот я буквально вчера разговаривал с товарищем своим, Адам Афсан Саныч, он в Тобольске работает археолог. И они проводят раскопки в черте города Тобольска. Приглашают студентов, школьников, платят им деньги две с половиной тысячи в день. И не могут найти. Романтиков не осталось. Да, собственно, и система подготовки романтиков, так скажем, отсутствует. У нас же, вот смотрите, детский туризм умер практически весь. Археологических кружков нет вообще. А раньше все это, ну, люди шли, интересовались. Одна, которая, мы так и не знаем, я ее... Государство передавали. Всячески пугали меня, что и сухарит. Я в прошлом году проехался по области. У нас уровень подготовки, так скажем, научных работников, и мотивация будущих работников, и, собственно, квалификация, как-то все это снизилось. Такие вот раскопки научные, полномерные, плановые, вот, по каким-то темам. Сейчас уже это большая резкость. Это вот академические еще у нас институты могут себе позволить, но уже далеко не в тех объемах, что раньше. Практика должна быть, да. Я еще, когда во Дворце пионеров работал, после университета, у меня школьники с закрытыми глазами определяли кости человеческие. Большая берцовая, малая берцовая. А сейчас студенты не смогут этого сделать. Керамику одной эпохи от другой не могут отличить. А для нас-то было элементарно. Вот это все пластилины, 3 сантиметра. Я помню, как ты у меня кости, как террасола, смотрел. Ну, вот это рук. Рок вообще. Вот они кости, это рук. Там пластилинный кусок. А он не клеится, кстати. Я не пойму даже. Ну, вот сюда, вот врезли. Не-не-не, это я понимаю. Самое. Что за везли там. Листочки вам привезти? Скалу не надо. Маленький кусочек привезли. Вот он мне привез. На, вот. Таборы. Спасибо. Да, ты что-то? Я, в принципе, на ощупь один предмет от другого отличу. Каменное, допустим, орудие, да? Вот без вариантов. Или керамику одной эпохи от другой тоже смогу отличить. Особенно, если мне расскажут, что там за орнами. Да, тут проблем нет никаких. Вот. У меня, в первую очередь, зрительная память работает. Я практически все находки, которые в руках держал, я помню. У меня плохая память на лица. Но на находки, или, как сейчас модно выражаться, артефакты, я практически все помню. Сны снятся постоянно. Сны красивые, цветные. Вот тут замечательно все. Это было 20 лет назад. У меня близорукость была. Вот. И сильная. И, собственно, мне противопоказано было заниматься физической работой в наклон. Вот как раз то, чем я всю жизнь занимался. У меня было две командировки. Как раз было очень жарко. А я вообще жару не переношу. С трудом, точнее. Вот. И я домой вернулся. Один глаз сначала. От слойка сетчатки. Там его как-то. Зашили криво-косо. Вот. А потом через 4 года второй. Меня спасали в Новосибирске, в Монтыка имени Федорова несколько раз. Ну, а дальше там главукома на остаток зрения. Ну, и, в общем, процесс необратимый. К большому сожалению, я столкнулся с совершенно типичной ситуацией. Ну, просто в университете не продлили контракт. В общем, я поработал в разных местах. Там, в одной коммерческой структуре. Потом я работал даже в театре «Галерка». Зам. Директора по связям с общественностью. Чем очень горжусь в записи в трудовой книжке. Вот. Потом я работал в коммерческом вузе в одном заведующем кафедры экономики и менеджмента. Ну, да, вот, извините-таки. Интересы у меня разносторонние. Ну, а потом совсем плохо стало. В общем, я остался без работы. Полностью, вот так, чуть-чуть перебивался какими-то уроками частными. Жена получала пособие 47 рублей на ребенка в месяц. У меня были тяжелые операции как раз. Я сталкивался с людьми, которые не складывали руки, хотя у них ситуация была гораздо хуже. Без ног, без рук, да, люди работают, обеспечивают семьи, водят автомобили, какой-то бизнес свой у них. Ну, стыдно, в общем-то. Ну, не вижу я. Ну, ладно, я компьютер освоил, да, есть программы для незрячих. Не очень хорошо освоил, но, тем не менее, могу пользоваться, переписываться, да. Руки, ноги есть. Голова никуда не делась. К собакам у меня особое, так скажем, отношение. Я... Дело в том, что с собаками всю жизнь... Вот, я и по году собака. Ну, и потом, когда... Может, со зрением вот этих вот проблемы, взвесил все за и против, ну, решил взять собаку-проводника. Индивидуальная программа реабилитации у каждого инвалида, значит, имеется. Там записано, чего можно, чего нельзя. Чего положено, чего не положено. Вот, в общем, собака у меня не записана была, естественно. Пришлось по новой комиссии проходить. 28 кабинетов я посчитал. Вот, записали мне собаку. Вот, встал я на очередь. Ну, и, в общем, ждал почти 3 года. Честно говоря, я хотел... Немецкую овчарку... Суку. Получил лабрадора-кобеля. Нисколько не жалею. Собака замечательная. Чуть-чуть, как бы, в себя пришел и решил вот это попробовать. Еще у нас школа социального предпринимательства в Омске же есть, да? И я туда попал, там какой-то грантик даже был. Я бесплатно там отучился. В общем, я тренер по социальному предпринимательству. Кстати, единственный в России инвалид первой группы, тренер по социальному предпринимательству. Друзья, наконец-то мы собрались. Выезжаем в нашу небольшую экспедицию. Впереди у нас встреча с интересными людьми. А главное, разработка туристического инклюзивного маршрута, поиск, осмотр, проверка доступной среды на памятниках истории и культуры. Ну, что ближе всего, собственно, к археологии? Ну, туризм. Ну, так ведь, да? Вот. Возможность двигаться куда-то, что-то. Потом, ну, не просто туризм, научный туризм. А учитывая, что в Муромцева я много лет работал там. И экскурсионное вот такое вот направление в первую очередь. Ну, а что касается инвалидов, я, извините меня, сам в такой ситуации. Да, как я могу драть деньги с человека, которому плохо, как мне, а чаще всего еще хуже. Потому что у него, ну, нет таких вот стартовых возможностей. Друзья, мы с вами находимся в легендарном месте, в окрестностях деревни Окунево, Муромского района. Это, собственно, то и самое деревне, где собираются многочисленные туристы, любители эзотерики, всего таинственного, загадочного. И, в общем, всего того, что привлекает внимание людей. С этой турбазой сложилось, и там какие-то копейки удавалось зарабатывать. Единственный проект в России и неповторимый. Я чем горжусь, потому что мы практически 15 лет продержались. По поводу инвалидов, да, я же в этой шкуре-то, собственно, сам оказался, да, и я прекрасно понимаю, что рассчитывать можно только на себя. Проблемы какие? Добраться-выбраться, да, первая проблема – это перемещение. Не решается никаким образом, большому сожалению. В Омске в том числе, вот, в Москве, в общем-то, там достаточно комфортно. А так по всей стране. В прошлом году мы прокатились вот с собакой от Петропавловска-Камчатского до Калининграда. У них там служба такси своя. Женщина-диспетчер начинает кричать, собака должна быть в клетке. У меня собака в самолете со мной летит, вот здесь сидит. По закону все. А она начинает мне рассказывать, что собака должна быть в клетке и там прочее, прочее. Я хочу порекомендовать посетить Очерский монастырь. Место тихое, спокойное, воздух свежий, иртыш недалеко. Что касается доступной среды, в принципе, инвалиды-колясочники могут сюда попасть на территорию. Там есть небольшая проблема на входе, но, в принципе, с посторонней помощью можно ее преодолеть. А здесь, по территории монастыря, можно передвигаться без проблем. Как видите, я прошел сюда с собакой-проводником. Вот третий год я не могу поехать в Красноярск на знаменитые Красноярские столбы. Начальник охраны ссылается на какой-то внутренний, так скажем, документ. Потому что там указаны собаки, служебные собаки, там, ну, разыскные, там прочее, прочее можно. А собаки-проводники не указаны. Ну, и все. То есть мы в Красноярском крае-то были, на Белесинских пещерах знаменитых. А на столбы попасть не можем. Ну, еще тут есть одна горка на Алтае, на которую я хотел бы подняться. Но не знаю, сейчас уже финансовый вопрос уперлась. Я на ней был три раза. Первый раз давно, в 80-м году, с товарищами, со своими как раз. Андрей Куйбыш был, Паш Черносвитов. Вот, их нет уже. И мы там оставили, так скажем, след, записку, в общем-то. Потом я через много лет, уже в конце 90-х, там опять побывал, на этой вершине. Это Птырга называется, гора небольшая. Вот, и вот, еще раз, хочу подняться с сыном уже, с младшим. Я очень люблю возвращаться на те места, где я когда-то был. Вот, на те места, где мне было хорошо, да, где друзья какие-то, просто хорошие воспоминания. Друзья, мы добрались до места, где решили остановиться. Мы сто дорог уже протопали, ты не суди, а нас неправильно. На завтра снова ждут курганы дальние.